Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Добрый. Помогите мне, может быть, кому-то из наших радиослушателей. Я пытаюсь, ну, в последнее время много сообщений приходит о том, что происходит в Казахстане, пытаясь разобраться, разные версии и, так сказать, вот что вы по этому поводу знаете, чем вы можете с нами поделиться. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что я не специалист, скажем, по Казахстану, и как вообще, на самом деле, не специалист ни в чем, кроме как, что происходит в Америке, или с Америки, между Америкой и кем-то еще. Но тут какие-то есть общие вещи, которые совершенно понятны, когда ты немножко посмотришь на это дело. А нынешняя власть, а после Назарбаева, значит, пришел новый президент, который начал срочно менять Назарбаевских людей на своих людей, сместил его там с каких-то там должностей, которые были то ли почетные, то ли действительные, но, так сказать, давали ему какие-то Назарбаеву рычаги влияния. И в этот же самый момент, как всегда это бывает с новой властью, начал там закручивать гайки, здесь закручивать гайки. И связанные с ковидом, и связанные с экономикой, и тому подобное. И начались бунты, потому что цена на газ полезла наверх. Соответственно, когда газ лезет наверх, то, так сказать, ну, отопление, понятно, так сказать, там в индустрии часто всякие вещи. Потом из-за газа начинают увеличиваться в цене другие товары. И все это на фоне такого ощущения у жителей страны, что, так сказать, давно нехорошо, а сейчас стало совсем плохо. И начались какие-то там, я бы назвал это типа местные бунты. Похоже, что, так как они были, не двигались в одну сторону, не действовали одинаково, одновременно и тому подобное, они были достаточно похожи стихийные. Там не было видно никакой руководящей руки. То есть, это может быть кто-то подзуживал, это вполне возможно, да. Но не было такого вот штаба какой-то там, мятежники, которые решили там что-то делать. Это больше было похоже на нормальные обыкновенные бунты, которые происходят уже, так сказать, там 2000 лет во всех городах, в которых начинаются там какие-то проблемы, начинаются обычно, начинаются экономические, там, либо с голодом, либо с холодом, либо что-то еще. Что-то серьезно не нравится людям, они выходят на улицы, и часть этих элементов, которые выходят на улицы, начинают под сурдинку, естественно, грабить магазины, что-то оттуда вытаскивать. Но вот в тот момент, когда что-то из магазина вытащил, ты сразу же побежал куда-то прятать, там, домой, или там куда-то еще, или в машину, или, да. То есть, ты эффективно выбыл из этого бунта. Поэтому, еще раз, это не было похоже на, так сказать, тренированные отряды неких, так сказать, террористов, или, я не знаю, там, кого еще, там, оппозиционно настроенные, там, колонны, которые пытались добиться какой-то определенной цели. Для этого было возмущение похоже, да, которое высказывал народ. Еще раз хочу сказать, что вполне возможно, что их подзуживали, там, засылали, там, всяких пропагандистов для того, чтобы делать. Я не об этом говорю. Я о том, что это не было... Сейчас казахское правительство утверждает, казахстанское, да, утверждает одновременно две вещи. Она утверждает, что некие, там, десятки тысяч террористов были тренированы на территории Казахстана, и они вошли, вот, в города, и они громят это. И второе, что они утверждают, что, значит, десятки тысяч террористов пришли из-за границы и делают то же самое. Ну, для того, чтобы порушить режимы, Алма-Ату захватить и прочее, и прочее, не нужно десятков тысяч террористов. Мы точно знали, видели, как в Ираке 900 членов ИГИЛа захватили второй Масул, второй величине город в Ираке, совершенно сравнимый по количеству населения и по всему остальному с Алма-Атой, рядом с которым были раскрутированы три дивизии, которые, так сказать, там были, там, минимум 6-7 тысяч человек, оборудование, танки и тому подобное. И вот 900 террористов, слаженное действие, захватили центр города, захватили связь, захватили, у них были списки людей, которые могут организовать сопротивление, то есть чиновники, там, военные и тому подобное, они быстро-быстро, так сказать, либо их, либо их семьи утащили, кого-то там заключили в тюрьму, большинство расстреляли и полностью обезглавили сопротивление, то есть это была продуманная акция, составленная с разведчиками, с предварительной работой и тому подобное. То есть, опять, совершенно не похоже на то, что кто-то из какой-то один штаб руководил этим, и не похоже на то, что десятки тысяч террористов как-то слаженно действовали, потому что еще один раз, если бы было 10 тысяч террористов, то, так сказать, Алматы бы уже не было, никого бы не было, так сказать, в городе был бы установлен новый какой-то режим, и дальше, так сказать, мы с этим разбирались бы. Но власть, которая, похоже, не опирается, либо опирается на очень ограниченные силы, либо вообще уже не может командовать своими силовиками, что и то, и другое возможно, значит, она попыталась, во-первых, замазать кровью силовиков, заставить их стрелять по толпе, что те делали, то есть они теперь повязаны кровью, и какое-то количество силовиков, если будет их защищать, и будет считать, что они в одном корыте, и если эти уйдут, то и нас порешат. Значит, и последнее, что осталось сделать нынешнему правительству, это призвать соседа, у которого есть большая сила, есть кулак, и который там с помощью, скажем, 15-20 тысяч хорошо обученных солдат может установить порядок и привести страну обратно в то состояние, в котором она была одной этих бунтов и прочее. Я ни в коем случае не снимаю предположение о том, что и бунты эти были организованы, в общем, этим самым соседом, у которого есть большой кулак, а как это делается? Россия вообще любит организовывать такие бунты, там будет в Латвии или это, в Грузии или это, в Украине, или это там, так сказать, помните, сирийский правитель, Асад пригласил Путина, когда у него оставалось меньше, чем две дивизии, которые готовы были его защищать, и то потому что, так сказать, он точно так же заставлял их стрелять в людей, и они понимали, что демонстрантов, и они понимали, что им не поздоровится, то есть они готовы были защищать до, что называется, до самого последнего. Но, так сказать, они были достаточно уже обезоружены, и люди, так сказать, наполовину погибли, избежали, и т.д. и т.п., и поэтому, значит, практически Асад сдал свою страну России взамен за то, что ему и его режиму обеспечат жизнь и, значит, возможность быть марионеткой, но, так сказать, быть во главе государства. Ну, вот у него это про канала, мы не знаем, как долго и что, но, по крайней мере, до сегодняшнего дня он дожил и, так сказать, управляет той частью страны, которую ему оставили. Думаю, что в Казахстане сейчас нынешнее правительство рассчитывает на то же самое, что они станут марионетками и, так сказать, де-факто войдут в зону влияния России, но останутся живы и будут оставаться наверху. Значит, как видите, если это готовилось, так сказать, давно, а и такие вещи готовятся давно, то вся история с Украиной, договоренности с Байденом, попытки, так сказать, сконцентрировать внимание мира на украино-русском конфликте, это было вот следите за моей рукой, я другой рукой делаю что-то такое, чего вы даже не догадываетесь, что я делаю. А Россия распускала какие-то странные слухи, что они собираются нападать то ли на Литву, то ли на Латвию, чтобы вызывать там на бой Европейский Союз вместе с НАТО. Ну вот, как видите, может, они собираются что-то делать, но, по крайней мере, отвлекающие маневры были сделаны для того, чтобы захватить Казахстан. То есть, де-факто считаете, что Россия, там я не вижу никакого, так сказать, организовывания сопротивления, поэтому я думаю, что Россия расширила свои границы и в своем желании построить обратно, значит, с СССР, или там что-то такое похожее на нее, на него. А я думаю, что Россия продвелась еще на один шаг. Вот мое представление о том, что сейчас там происходит. Понятно. Спасибо большое. А я напомню, телефон студии 847-400-5200. Если у кого-то возникнут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Несколько слов о нашей экономике. Эксперты предсказывали, что рост числа рабочих мест составит 422 тысячи, а фактически оказалось 199 тысяч. Но при этом выступил Байден, бодро заявил, что безработица упала там меньше 4%. Это вообще беспрецедентный случай. За последние 50 лет у нас все прекрасно. Заработная плата растет. Особенно у работников ресторанов и так далее. Ваш комментарий по этому поводу. Ну, я думаю, что надо перестать вообще слушать Байдена и, так сказать, то, что они говорят. Потому что если... Ну, я не помню, что было при Картере. Действительно, не помню. Я, так сказать, как бы помню эпоху, но не помню, что в этом смысле было, потому что не пытался вдаваться. Я тогда занимался кино, театром, телевидением и тому подобное. Но вот на моей памяти с тех пор, когда я начал интересоваться политикой, вернее так, начал интересоваться связью экономики с политикой, то, что меня больше всего, так сказать, интригует, интересует и тому подобное. Каким путем идет государство и как это влияет на, так сказать, на развитие экономическое, на улучшение жизни общества людей и так далее. Так вот, мне кажется, что никогда не было ситуации, при которой... Все врали, я понимаю, что все врут, я понимаю, что все обманывают. Но чтобы тебе говорили вещи прямо противоположные тому, что ты сам видишь. Мы видим, скажем, что тесты ковида, они же раздули такую истерику, что люди сейчас бегут, каждый раз у них насморк начинается, они мчатся, проверятся на ковид. Значит, дикие очереди. При этом Байден нам говорит, что он нам поставил 500 миллионов бесплатного тестов на ковид. А я, так сказать, или там кто-то идет, во-первых, это платная, а во-вторых, дичайшая очередь, а потом говорят, что извините, у нас кончилось. Приходите через день, через два, а может через три, звоните. Я пошел в аптеку, там приятелю нужно было домашний тест на ковид, значит, там завалили, детям надо было проверить и прочее, и прочее. Пошел в аптеку, мне сказали, что вы, у нас давно нету еще. Когда подвезут, тогда, так сказать, подвезут, а так нету. То есть, где эти опять... Вот просто врет, вот наглый человек врет, смотря тебе в лицо. И главное, что ему что-то проверить. Но в Афганистане мы проверить не можем, правильно? Но там что-то нам такое рассказали, другие рассказали что-то другое, а дальше все средства массовой информации замолчали, мы ничего не знаем, что там происходит. А тут мы знаем, потому что, ну, ходить-то надо на улицу, так сказать, продукты надо покупать. Закадывай что-то, тебе не приходит за 6, 8, 9 месяцев, а тебе говорят, что у нас все в порядке, и безработица у нас самая низкая. Ты начинаешь думать, секундочку, ребята, может быть, они называют безработицей что-то другое? Может быть, мы говорим слово безработица, а имеем в виду что-то другое? Я выяснил, что да, они имеют в виду что-то совершенно другое. Вот мы с вами думали, да, что безработица – это то количество людей, которые не могут, значит, по какой-то причине не могут найти работу. А, конечно, это не так. Оказывается, это какое-то количество людей, которые в последнюю неделю активно искали работу. А если ты не искал ее активно, ты у них с радара ушел, значит, они не считают, что ты безработный, они считают, что у тебя у тебя все в порядке. А если ты получаешь от государства какие-то копейки, и тебя держат на этом, и, так сказать, тебе еще будет закер что-то делаешь, ты ушел с них с экрана. А если ты просто разочаровался, уже 6 месяцев искал, ничего нету, ничего не получается, и ты перестал подавать заявление, заявки там и тому подобное, искать работу, то ты не проявляешься у них на экране. То есть, опять, выясняется, чуть-чуть думаешь, выясняется, что это абсолютно наглое вранье, то, что тебе говорят. А про инфляцию они говорят, что это даже хорошо, и приводит пример, вот, например, вам нужно отдавать 2000 долларов, там, моргиджа каждый месяц, а если будет инфляция, то, значит, эти деньги становятся, значит, меньше и меньше, и меньше ты отдаешь. Только они забывают сказать, что ты не получаешь больше и больше и больше денег, чтобы это, я не извиняюсь, я понятное говорю, или я все это заутно, да? То есть, когда есть инфляция, то ты, так сказать, у тебя, если тебе все время платят каждую неделю или каждый месяц больше денег в соответствии с инфляцией, тогда ты в порядке. А если нет, тогда, так сказать, ты платишь больше за вещи, за которые ты платил меньше, ты можешь меньше покупать. Вот на сегодняшний день исследования уже, так сказать, не республиканские, просто исследования, говорят о том, что, значит, приблизительно, если будет еще 3-4 месяца такой рост инфляции, то где-то к концу весны, начало лета 2022 года множество семей, множество, это миллионы семей, будут выбирать, купить еду или купить одежду. Пойти купить лекарства, которые прописали, или черт с ним, постараюсь вылечиться с помощью воды, и там горячей, и прогрева, я не знаю, может, кстати, это хорошо, но дело в том, что мы-то не привыкли к этому, мы привыкли, что мы лечимся, мы привыкли к тому, что, а что произошло сейчас за эти два года, когда сейчас уже известно, что в 2021 году был взлет, по-моему, на 30% количество смертей в группе 18-40, и взлет был не от ковида, от ковида только какие-то, по-моему, 15-20%, я не могу точно помнить цифры, но приблизительно, да, они говорят, больше 70% это самоубийство, это вещи, которые человек не пошел лечиться, это вещи, которые просмотрели, вот, и это от тоски, потому что люди умирают от тоски, сидя одни дома, да, они взвугали народ таким образом, что народ теперь просто боится выходить, вот я смотрю, ходит по собственной квартире человек, окно видно, да, и у него маска на лице, но зачем ему, нахрен, маска на лице в собственном доме, да, или едет в машине человек в маске, или, так сказать, ходит по улице с собакой, тоже в маске, еще в перчатках, там, так сказать, и капюшон натянув на всяких сниках. Или на пляже в океане купается в перчатках, в маске, или я сегодня тоже обратил внимание, велосипедист в маске едет в шлеме, в маске. Ну, то есть, а это означает, что они не получают того кислорода, который надо получать. Это никак не влияет, вот дочка моя, она гастроэнтеролог, позвонила мне сегодня утром и говорит, там, ее больной, 54 года, русскоязычный человек, там, из СССР, приехавший, умер только что. Значит, умер в больнице с ковидом. А чего умер, она говорит, я не знаю, но записали ковид. Класс. Уже даже Фаучи вынужден был признать, что вот количество детей, которые якобы лежат в госпиталях, а он говорит, ну, они, так сказать, поступили в госпиталь по другим причинам, с другими заболеваниями, но при этом после, так сказать, у них еще обнаружился, может, он подцепил его в госпитале или где-то, как-то, но, во всяком случае, в госпиталь он поступил не из-за того, что у него ковид, а с каким-то заболеванием, а плюс у него обнаружили ковид, но его отнесли как бы к числу заболевших от ковида. Или у нас есть звонок, если вы не возражаете. Да, да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, ребята. Добрый день. Уважаемый Леон, мне много лет, никогда не перед кем, ну, как сказать, не лебезил, но я вам скажу откровенно, что вы один из моих многих поклонников, кумиров на Ютьюбе и на Родной Волне. Несколько дней назад я с восторгом слушал ваше короткое выступление, но это было как бальзам на душу относительно 6 января, что произойдет, ну, гигантское, ну, вселенское разоблачение вот подлогов, воровства во время выборов особенно меня восхитили поиски этих разведчиков или сыщиков, ну, этот самый, как ее, я уже забыл, британский вы знаете, что мы сегодня обязательно поговорим. Может, может отдыхать. Значит, речь о чем, о чем я, о том, что через спутники итальянская компания перекачивала в те самые бюллетени Трампа этому нашему Бендеру, Бендеру, Остапу Бендеру, скажите, пожалуйста, я ждал, как мессию, ждал 6 января вчера и был разочарован. Уважаемый ли он, дорогой, что произошло, расскажите, почему не состоялось это разоблачение. Я, честно говоря, не очень понимаю, как из моего выступления можно было сделать вот такие выводы. Я всегда очень осторожен и в своих суждениях, и в своих предсказаниях. Всегда, всегда, так сказать, пытаюсь сказать, что я не Кассандра и т.д. Теперь относительно почему не состоялось. Дело в том, что я совсем не уверен, что какие-то итальянские спутники что-то перекачивали. Я совсем не уверен, что компания, которая этим занималась, она действительно, так сказать, делала вот то, что нам рассказывали, что делала. В общем, так сказать, я совсем не уверен в том, что то, что мы изначально думали о том, что произошло на выборах, действительно произошло. Я знаю, вот я могу знать, сказать, что я точно знаю, вот я точно знаю абсолютно, что нас 4 года всю страну дезинформировали, обманывали, лгали, скрывали информацию, подтасовывали информацию, подсовывали ложную информацию, снимали, и меня в том числе с ютубов, с фейсбуков, и там, всяких твиттеров, если та информация, которую мы давали, на любом языке, сказать, у меня есть знакомый, который на фарсе это делает, у него там, там, сто с лишним тысяч подписчиков, значит, и вот уже постоянно снимают, как только что-то такое он говорит, либо про ковид, либо про Байдена, либо про правительство, либо про Трампа, что-то, какой-то информации, заложенной роботов на гугле, там, или где-то еще, то нас всех тут же снимают, и не дают нашему голосу быть услышанным, да что мы, президента США выкинули с твиттера, сейчас легко выкидывают всяких представителей народных, там, конгрессменов, там, и тому подобное, уж не говоря о том, что газеты, четвертая по циркуляции газетов Соединенных Штатов Америки, была лишена своей платформы, на твиттерах, и тому подобное, потому что начала публиковать расследование по поводу Кантера Байдена, например, да, вот это, это то, что мы знаем, что это было, есть и, скорее всего, будет продолжаться, я, кстати, всем говорю, ждите, что чем ближе мы к выборам, тем больше это будет, больше и больше и больше продолжаться, второе, что мы знаем, это, что на местах были всякие подтасовки, попытки вбросить бюллетени, вбросы бюллетеней, там и т.д. и т.п., но, честно говоря, я не очень верю, что это, так сказать, что это больше, чем полпроцента, один процент голосов, которые, так сказать, они, в некоторых местах это было достаточно, там, 10 тысяч в каком-то штате, сейчас не помню, это где-то одна, там, двадцатая процента, да, так сказать, это они, сделали, но основное делалось не так, как вы думаете, господа, и не тем, основное делалось тем, что создали якобы из-за ковида условия, при которых можно было посылать невероятное количество бюллетеней, досылать, привозить, доставлять, которые якобы шли, ну, кроме того, что они, вместо того, что люди сами должны были идти, заполнять, делать, что огромное количество молодежи не делало, они притащили, демократы притащили все эти бюллетени в университеты, где, так сказать, народ, а, конечно, подпишем, и все подписывали, огромное количество бюллетеней, в которых была отмечена всего одна категория президент, то есть даже времени не было значственно, просто клик президент Байден, а не Трамп, подпись, пошли дальше, следующий Байден, а не Трамп, подпись, пошли дальше, вместо этого кто-то делал, студенты сами делали, завозили во всякие шелтеры, давали бутерброды и те, я не знаю, сами подписывали или просто давали подписывать вместо себя, Вот это было массово. А вот то, что рассказывают технологически, это же легко поймать, господа, ну легко поймать. При том, что какие средства есть у президента США, да, ловли этого. Я не думаю, что кто-то мог пойти на такую историю, там, штурмы всяких, там, посольств наших с помощью, там, солдат каких-то, там, раскортированных. Ну, все это была такая бредятина, которой я там очень осторожно об этом рассказывал, потому что такие слухи есть. И всегда говорю, господа, это неподтвержденные слухи, и вот я всегда пытаюсь проверять, что называется, common sense. Кому надо, зачем надо, насколько люди готовы рисковать, там, и т.д. Вот это было слишком, слишком, слишком все. Ну, как можно, так сказать, делать все это, зная, что тебя могут взять за это самое место. То есть, иными словами, это не та была операция, о которой вот нам, мы изначально думали, потому что нам там много чего рассказывали, обалдевшие республиканцы, правильно? И они обалдели, и правильно обалдели, потому что, вот, я пошел спать, по-моему времени, там, где-то в час или полвторого ночи. Трамп выиграл, все, до свидания. Я проснулся в 7 утра, потому что мне позвонила ночь и сказала, слушай, включи телевизор, там, все поменялось. Я говорю, чего поменялось, ну, это включи телевизор. Я включил телевизор и выяснил, что Трамп проиграл. Вот, то есть, понятно, что что-то такое там происходило, да, но не то, господа, что вот думают. Поэтому не ждите вот таких разоблачений, их нету, более мелкие, на местах есть и т.д. Да, я закончил. Хорошо, давайте тогда сделаем перерыв, чтобы нам потом не прерываться посреди темы. Окей. Буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Примем звонки, если будут вопросы. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А сейчас ли он, если можно, о таком событии, не событии, а об этом спектакле, который вчера разыграли демократы в здании Капитолия, приуроченному к 6 января, к событиям 6 января прошлого года. И цель вообще, для чего это делается, ну, тут можно говорить не только о вчерашнем спектакле, но и комиссия работает Конгресса по этому поводу. Вот, если можно, об этом. Да, конечно. Ну, сначала что, а потом зачем, потому что и то, и другое совершенно понятно, и на самом деле было ожидаемо. А, значит, что это квинтэссенция выступления нашего вице-президента, значит, которая уже проявила себя как абсолютно человек, не умеющий не выступать. Непонятно, что она в суде делала, как она вообще прокурором была, потому что она не очень связанно разговаривает, и мысль свою не может протянуть, так сказать. Это книжечка, хотя и пишут, понятно, да, но она всегда человек, который выступает, он редактирует, там, вносит свои изменения, там, ей потом это все перепечатывают, приводят в порядок, и так, как ей удобно. И вот, она не может даже прочесть это так, чтобы было понятно, куда она тянет. То есть, как она могла быть обвинителем, я лично совершенно не понимаю. А второе, это, конечно, ее используют как, ну, это всегда во всех администрациях, вице-президента используют как цепную собаку, для того, чтобы атаковать, гавкать. И делать то, что президент, скажем, сам не хочет делать, или там по каким-то причинам перекидывает это на нижестоящих. Значит, что она сделала? Она взяла и заявила, что, значит, вот три события последние, так сказать, полвека потрясли нашу страну. Одно событие было на Перл-Харбор, где погибло 3000, по-моему, 3500, считает население, человек во время нападения, значит, с воздуха, японцев. А 9-11, когда были разрушены два здания Близнеца, погибло несколько сотен человек, а потом еще от этого умерло огромное количество людей, которые надышались пылью, там, и пожарники, и полицейские, и те люди, которые помчались помогать. И огромное количество, там, сгорело, там, и т.д. в самих зданиях. То есть, это национальная такая трагедия, да. И третьей датой, которую она сказала, потрясло нацию, значит, на одном и том же уровне потрясло нацию. И это вот 6 января, соответственно, прошлого года, то есть, год тому назад. Теперь, значит, ну, я думаю, что всем понятно, да, кто, не просто смычащее стадо, что никакого сравнения между первым, вторым и третьим событием не может быть. Может быть, сравнение между Пир Харбор и 9-11, да, может быть, это некая внешняя сила попыталась атаковать один раз военно-морской флот США, а второй раз это символические здания посредине Нью-Йорка. Ну, в том и том, Вашингтон, Пентагон, там, так сказать, всякие попытки были сделаны, да. Значит, теперь третье – это законное выражение американцами того, что по Конституции называется несогласие с властью, когда нам меняется Конституция высказывать свои в митингах, в протестах, в демонстрациях, в письменной форме, в устной форме, там, так сказать, и т.д. А если это будет необходимо, и смещать либо то правительство, которое сейчас у нас есть, либо менять форму правления, если, значит, страна пришла к выводу, что то, что сейчас происходит – это тупик. То есть, были ли хулиганы? Были. Я даже подозреваю, что это были попыгапоны, да, которые пытались. Но, опять, не будем спекулировать. Да, там были какие-то люди, уже признала ФБР, что там были и их люди, причем один из них был замечен в подстеге ее толпы. Были ли там всякие, так сказать, ребята, которые пытались представить, что вот эта вот совершенно мирная, на самом деле, демонстрация, она какая-то там драка и разбой и тому подобное, как бы всем понятно. Обвинять в чем-то Трампа совершенно невозможно, потому что Трамп за 72 часа до этого обратился к мэру Вашингтона, ну, не он сам, так сказать, а его леозон, к мэру Вашингтона с официальным, так сказать, написанным требованием привести от 10 до 20 тысяч, вывести национальных гвардейцев и полиции дополнительной на улицы города, потому что приезжает очень много людей, и, возможно, так сказать, будут среди них люди, которые либо захотят что-нибудь громить, либо будут делать вид, что они республиканцы и что-то громят. Значит, мэр официально отказал, тогда, так сказать, обратились еще и к Нэнси Пелоси, которая могла, так как там нет губернатора в дистрактах Колумбия, то, которая могла вводить национальных гвардейцев там, так сказать, по каким-то, я не помню точно, что она должна была сделать, она тоже отказала. То есть, как размещение полиции и дополнительных национальных гвардейцев, так и национальных гвардейцев, которых мог привезти и Конгресс себя защищать, да, в этом было отказано. То есть, уже теперь мы знаем, официально нам показывали эти документы, что Трамп и его люди несколько раз обращались в инстанции, не может Трамп привезти воздушно-десантную дивизию за причиной Конституции. Посреди страны он не может ее высаживать. Есть законные, нормальные, обычные, принятые, так сказать, способы предохраняться, да. Вот Трамп предложил все способы, которым надо охранять, значит, капиталистский колб и столицу от того, что в этой толпе окажутся люди, которые захотят что-то громить. То есть, и тут ничего нельзя сказать, что что-то было организовано. Никто из нападавших не был с оружием, нападавшие не очень нападали. То есть, были какие-то группы людей, я, так сказать, посмею сказать, маленький процент, потому что видел очень много кадров и видел только отдельные личности, которые, значит, пытались драться с полицией, что-то кидать. Потом, значит, люди, которые ломали двери, там что-то еще. Я еще видел других людей, которые пытались их остановить и говорить, что вы делаете, ребята, так сказать. Да, но, так сказать, когда хорошая бригада молодцов, так сказать, ломает дверь, а остальные стоят вокруг, чтобы защищать, значит, чтобы не останавливать. Это сложно остановить. Поэтому все это, конечно, абсолютный бред. Но он зачем-то делается, правильно? Ведь демократы прекрасно знают, что если это все попадет в так называемый суд, то какой бы судья ни был, а противоположная сторона, защищающаяся, значит, приводить своих свидетелей, рассказывать эти бумаги, показывать и прочее. То есть, в суд, значит, и, кстати, вот никто в суд пока не обратился для того, чтобы обвинить Трампа или кого-то в администрации в чем-то схожем с руководством или с науськовым толпы, или с тем, что он там не останавливал эту толпу. А там, как сказал Шумер, по-моему, и он сидел, а Байден сказал, сидел много часов, 4-5 часов и мог бы остановить, но ничего не делал по этому поводу. Значит, Трамп как раз очень много пытался делать по этому поводу. Вот. Но даже не в этом суд. Суд заключается в следующем. Ни про какой суд мы не говорим. У этой комиссии и вот у этой атаки, которая сейчас пошла, что это одно из самых страшных событий, значит, истории, современной истории СССР, нападение на демократию почему-то, значит, да. Есть одна очень понятная всем причина. Дело в том, что, если вы заметили, у нас инфляция, которой очень шибко не нравится людям, и похоже, что инфляция разгоняется, и даже при том, что они нам сообщают, что она меньше 7% годовая, я вам хочу гарантировать, что то, что я покупаю, и моя семья покупает, да, ежедневно, там, то есть, ежемесячно, еженедельно и тому подобное, выросло минимум на 15%, а то и на 20%. Может быть, если они в инфляционные потоки считают так же, там, покупку автомобиля, что, наверное, нужно считать, да, но мы не покупаем автомобили каждый, я не знаю, там, год или два, да, так сказать, ну, там, если это лист, то мы меняем их, там, каждые два-два с половиной года. Но, когда мы делаем большие покупки, эта покупка делается, там, допустим, раз в пять лет, представим себе, в четыре-пять лет. Значит, на остальном, я могу подождать с этим, я могу еще год-два не покупать этого автомобиля, я могу год-два не покупать пианино, я могу подождать, я знаю, там, с чем-то еще. Но то, что мы идем в магазин и покупаем еду, то, что нужно покупать на растущего ребенка, то, что нужно в дом, что тебе нужно повесить или поставить, там, что-то еще, да, все это выросло не на 7%, то есть, народу это шибко не нравится. теперь удар был нанесен по самолюбию американцев а когда мы ушли из афганистана бежали бросили свои когда главное даже не то что своих бросили там 15 20 человек которые на нас надеялись что были они мы защитим их от от смерти и изнасилование избиение там издевательстве и тому подобное мы взяли и удрали не выполнив своих обязательств это народ так легко это не прощает я могу говорить еще 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 суть следующий сегодняшнее правительство сегодняшняя администрация и с ними конгресс и из сенат наверное как минимум после картера самая плохая и плохо работающая администрация но я подозреваю что они уже сейчас хуже даже чем администрация картера стали совершенно нечего не о чем говорить они не могут они могут только выпустить байдена чтобы быстро быстро сказал очередную ложь и убежал потому что если его даже начнут спрашивать свои собственные журналистам пару раз они выпускали на интервью журналистам до которые ну прямо такими с ним ласковые такие нежные все равно но они должны спрашивать какие-то вопросы на которые несет бредятину пол и выпускают байда значит такой гавкой какой-то вроде и убегая а дальше то надо пускать разговаривать по этому поводу вот чтобы занять умы людей чем-то другим нам во первых устроили так сказать в россию украину там вмешательство америке и тому подобное то есть возможный вариант третьей мировой войны ядерный там со всеми делами но американцы похоже не очень на это клюнули значит и второе что там устраивают с ковидом так сказать они правда пообещали что они абсолютно всех вылечат но я думаю что где-то в марте в апреле этого года нам пресс начнет говорить что все ковид кончился и байден победил а но самое главное что они пытаются устраивать это они пытаются организовать общественное мнение что была страшная атака на демократию страшная атака на америку и что в этой атаке виноват трамп и и те те люди которые в конгрессе республиканцы в сенате республиканцы губернатор республиканцев через публиканская партия и что для того чтобы защитить нашу демократию любые меры можно принимать включая так сказать там сталинские тройки там нквд расстрелы и прочее прочее для этого надо нагреть общественное мнение до состояния которые нагрели с ковидом чтобы люди начали что называется так сказать в машинах ездить гуляя с собакой в масках не приближаться так сказать к другим людям которые гуляют собакой там на 100 метров и отбегать от детей которые не дай бог проходит рядом с тобой когда они доведут страну до этого уровня тогда можно будет устраивать и идти на следующий шаг я не проверили у них уже получилось страна абсолютно в состоянии истерики это влияет на смертность это влияет на самоубийство это влияет на наркотики передозировки и тому подобное это влияет на то что уже повысила смертность а в будущем году будущем и в следующие года будет еще еще повышаться потому что у нас перестала работать превентивная медицина можно основа сейчас заработала или заработает Но, по крайней мере, в госпиталях половины людей нет. А они еще не пускают тех, кто определенным образом не привился. Неважно, что у тебя был ковид. Значит, если ты не сделал прививку, то почему, непонятно, почему прививка лучше, чем пройти ковид и получить натуральный иммунитет. То есть, какое-то полное отбредятие происходит, которое не влезает ни в какую логические размышления и какой-то common sense, ни в какой здравый смысл. Но из-за этого, из-за того, что они все это делают, они вы должны сейчас раздувать что-нибудь, для того, чтобы показывать, отвлечь внимание опять от левой руки к правой или от правой к левой. Вот, для того, чтобы народ опять озлобился, опять возненавидел, опять выстроенными рядами. И это то, что с нами сейчас пытаются сделать. То есть, нам сейчас пытаются строить с 6 января то, что они организовали за два года с ковидом. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. Я обожаю, когда я вас слушаю. У меня очень такой вопрос. Сейчас Лабинга, Обама, Опра и Клинтон. На этого Минчина, который отказывается голосовать, вы можете объяснить, что там происходит? Я не понял. Ну, Джо Минчин, который отказывается. На Джо Минчин. Да, Джо Минчин. Понял. Нет, на него Опра, Обама и Клинтон. Сегодня они будут с ним говорить. Да. Да. Ну вот, попали на двух порядочных людей. Одна это, значит... Синема. Из Аризоны, значит, Синека. А второй Минчин, которые сказали, ребята, Америка это страна не только демократов, но и республиканцев, и независимых, и верящих в Бога, и не верящих в Бога. Или черных, желтых, зеленых, коричневых, и тому подобное. И поэтому мы не можем ставить интересы партии, какая бы она ни была великая, там, коммунистическая, или там, нацистская, или демократическая. Мы не можем ставить интересы партии выше, чем, скажем, интересы всех моих избирателей. А, так сказать, и у Синеки, и у Анчина, у них разные совершенно позиции, там, по другим вопросам. Там, Анчин хочет, чтобы отменили все изменения Трампа, связанные с налогами, потому что он считает, что это плохо. Так сказать, она считает, что отмена Филибастера, это ужасно для страны, так сказать, я согласен с ней, кстати, по этому поводу. Но вот эти два человека, как кость в горе у демократической партии, потому что у них в Сенате, значит, 50 демократов и 50 республиканцев. И единственное, как они могли проталкивать свои очень партизанские законы, это привозя Камалу Харрису, у которой, как вице-президент, у нас имеет право в Сенате на голос. И когда это 50 на 50, приезжает вице-президент и, так сказать, голосует за что-то, это становится, так сказать, большинством, 51. И вот как только один Манчин или одна Сенека уходит из этого, то у них получается не 50, а 49, даже если вообще не голосуют. Даже привезя Камалу Харрису, у них получается 50 против 50 республиканцев. Значит, они не могут выиграть, это, так сказать, закон не проходит, когда меньше, чем 51 голос. Вот по этому поводу, значит, есть много вещей, которые демократы пытаются сейчас сделать. В том числе они пытаются, сначала они пытались нападать на Манчина, что только на самом деле его озлобило. И даже были предположения, что он уйдет из демократической партии и станет независимым. Но он не придет, конечно, в республиканскую партию, это, так сказать, далеко слишком. Но он порядочный человек, и он человек, который отвечает перед своими избирателями, а не перед партийными боссами. И сейчас его, так сказать, вот все будут уговаривать на пойти на какой-то компромисс, для того, чтобы им же нужно до того, как пришел конгресс республиканский, а это где-то там 99.99%, что в ноябре конгресс поменяется на республиканский, меньше, я думаю, это где-то 60 на 40, что и сенат. Но это, так сказать, еще пока не очень понятно. А конгресс, скорее всего, будет республиканским. И до этого времени им нужно украсть как можно больше денег. Что такое украсть? Украсть это написать законы, которые пройдут о том, каким образом правительство и, так сказать, там всякие там агентства, связанные с правительством, смогут либо выжимать налогово, либо занимать у Китая, либо напечатать невероятное количество денег, там еще там почти 2 триллиона, полтора триллиона, 1,7 триллиона. Вот, это, так сказать, миллиард сложно себе представить, а триллион вообще, честно говоря, невозможно. Так вот, значит, они пытаются до того, как пришел новый конгресс, разворовать как можно еще больше казны для того, чтобы забить деньгами свои, так сказать, ящики для того, чтобы потом бороться с республиканцами с помощью денег, которые они у нас украли. Ну, и, естественно, не забывая себя и не забывая, так сказать, всех тех, кто им давал деньги на, именно расплачиваться с теми, кто дает им финансирование. Поэтому там очень много интересов завязано, и им очень надо сейчас подписать что-то еще, потому что они уровали всего 2 миллиарда, 2 триллиона, а им хочется 4. Значит, они собирались вообще еще 6, то есть совсем разорить страну и просто, что называется, бросить ее, так сказать, с пыльным мешком на голове. А потом, значит, 3,5 говорили, потом 2, потом 1,9, сейчас 1,7, ну, неважно. Ну, хоть что-то, дайте украсть еще хоть что-то. Вот все, что делается сейчас. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леонск. Управили то, что полиция Конгресса и Конгресса управляется лично Пилосе, а вот полиция Сената лидером большинства Сената, Коэмин был Маконул. И почему республиканцы, предположим, зная о том, что то, что царя требовала, ну, попросили, скажем так, Трамп, ничего не предприняли. И они же были тогда в большинстве. Это был мой первый вопрос. И говорят о том, что во время погромов прошлого года в городах, как у него, в Чикаго и так далее, принимали участие не только Анкинфа и Белла и Эпсел под руководством СБАИ. Почему тогда, вот, весь муниках сейчас ничего не предпринимает, чтобы разоблачить СБАИ? Спасибо. Вы знаете, вы правильно очень рассуждаете, за исключением того, что у вас немножко устаревшие уже представления о том, кто с кем борется и какая сила против какой силы, стенка к стенке. Вы исходите из того, что есть два лагеря, один называется демократ и другой республиканцы. И они борются там за власть друг с другом. Это уже давно не так. По крайней мере, с того момента, как пришел Трамп, это 100% не так. Значит, Трамп пришел не как кандидат республиканской партии. Трамп, если помните, последним впрыгнул в гонку. По-моему, последним. А с момента, как он впрыгнул в гонку, он стал лидером этой гонки. И это продолжалось до самого момента выборов в республиканскую партию. А какая-то большая часть республиканской партии, вернее, большая часть руководства, так называемого, выборные, всякие лица, доноры и тому подобное, их все устраивало, кроме Трампа. Вот их устраивало. Сейчас наши демократы правят, а, так сказать, республиканцы, те, которые в доле, они там получают с хозяйского стола. А завтра республиканцы правят, а те демократы, которые в доле. То есть, создался некий класс, который то монетка кладется на левую сторону, то Дрешка, то Орел. Но суть от этого не изменяется. Монетка та же самая. Нас точно так же грабят. Нам устраивают игру под названием «республиканцы будут меньше с вас брать налогов, а демократы больше. Демократы будут больше набирать людей в правительство, а республиканцы меньше». А потом ты смотришь, и четыре года буша первые дали, значительно больше нас бюрократии, чем, скажем, предыдущее правление демократов. То есть, говорим одно, делаем другое. Они все не за нас с вами и не за страну. При этом, вполне возможно, что они и патриоты. Но как только у них есть выбор за нашу группу, вот это, наших инсайдеров, наша банда, наша мафия, которая состоит из республиканцев и демократов. А она под угрозой, то они все выступают с единым фронтом, даже если нам кажется, что это не так. Поэтому говорить о том, что когда были у республиканцев большинство, они могли сделать то-то и то-то, нет, не было у них большинства. А было большинство всегда в течение многих лет, многих сотен, ну и сотни лет, я не знаю, сколько, я не считал. Было у, то что называется, номенклатура, которая включается, и руководство чиновническое, и руководство политическое, руководство партийное, руководство армейское и тому подобное. Это все номенклатура. Вот номенклатуру не снимают. Ну, если ты там, так сказать, не разрезал 14-летнюю девочку на куски или подбросил ее там в ящик, как куда-то. А, значит, если этого не происходило, то Ильич, если ты вдруг не предавал там кого-то из вышестоящих, то ты продолжал быть номенклатурой. Тебя не переизбирали, но тебя ставили на какие-то там должности, где ты получал там много денег, либо ты становился ломбистом, где ты тоже получал много денег от тех людей, которые тебе же проплачивали через ломбистов раньше за то, что ты принимал какие-то решения. Пришел Трамп, который, я думаю, что это первый, ну, по крайней мере, в новейшей истории. Я даже Роналда Риггана, так сказать, немножко в эту сторону откидываю, потому что он был частью эстаблишмента. Он, правда, был мудрым, потрясающим, так сказать, экономистом, политиком, не знаю, там кем-то еще. И поэтому он проделал огромное количество вещей для того, чтобы исправить положение в стране. Но он не был выдвиженцем народа. Он был все-таки выдвиженцем какой-то определенной группы номенклатуры. Так вот, Трамп, наверное, это первый человек, который достиг уровня президента, который был действительно выдвинут народной волей. И они очумели не только от того, что он прошел, а от того, что он вдруг начал в самом начале первых сто дней своего правления делать то самое, что он обещал делать. Потому что обычно ни один сумасшедший президент не делал этого. Ну, кто там перенес посольство из Толь-Вива в Иерусалим? Ну, кто там, так сказать, стал расследовать всякие дела внутри партийные? Ну, и тому подобное. Много-много-много чего он что говорил, то и делал. Говорил, вы идиотским образом общаетесь с Северной Кореей, начал по-другому общаться. Говорил, вы идиотским образом общаетесь с Россией, начал по-другому общаться. И так далее. С Китаем, с Ираном, внутри страны. Ну, чтобы вы знали, у президента значительно больше возможностей для маневра на международном фронте, чем внутри страны. Но он оказал потрясающее влияние на экономику, на оздоровление экономики, на перевод экономики обратно в Америку. Тренд поменялся, парадигма при нем поменялась. Они его ненавидят, потому что и республиканцы, и демократы, потому что он лишает их кормушки. Лишает их кормушки, место в обществе, и еще и может посадить. Потому что если копаться, если бы ФБР было его, а если его еще раз выберут, то ФБР будет его. Через полгода, через год будет его. Он же те ошибки не повторит, которые он, не зная, во что он лес повторял. Он все-таки человек бизнеса, а не политики. Он не предполагал, что ЦРУ, НСА и ФБР будут работать для того, чтобы его скинуть, для того, чтобы его сбросить, до сопротивления. Ну, сейчас он уже все предполагает. Так что, кстати, он выходит в президентский день, выходит наконец-то со своей аппликейшн. По-моему, она называется «Трус», «Трус инбиди» или «Трус», «Трус», не помню, «Трус что-то». Так что, господа, они борются против него, они борются против народа, а не друг с другом. Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно, содержательно. И до встречи в следующий раз. До свидания.